В эфире программа Ставрополье. Сегодня с вами Роман Выстараб. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня поговорим о пневмонии. Что это такое и как обезопасить себя, а самое главное своих детей. Тема сегодняшней программы – профилактика пневмонии у детей и взрослых. У нас в гостях Елена Енина, главный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Ставропольского края, заведующая отделением пульмонологии Краевой детской больницы, доцент Ставропольского государственного медицинского университета. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Дети для нас, наверное, это сегодня самое главное, потому что мы коснемся сегодня основной пневмонии у детей, виды профилактики лечения. Значит, начнем с самого главного. Что такое пневмония? Пневмония или воспаление легких – это инфекционное заболевание, остро развивающееся, которое характеризуется прежде всего лихорадками и симптомами поражения нижних дыхательных путей, такими как кашель, одышка и физикальные изменения. Пневмония является актуальной проблемой здравоохранения, и несмотря на успехи последних лет, заболеваемость и смертность от этой болезни остается на достаточно высоком уровне как у детей, так и у взрослых. В реальной медицинской практике, особенно в амбулаторных условиях, серьезными проблемами становятся ранняя диагностика и адекватная терапия. Это вот примерно пневмония, вот так выглядят наши легкие, да, во время заболевания пневмонии. Какие возбудители? То есть я понимаю, что пневмония – это очень опасное заболевание, да, как бы мы не говорили, что это все-таки… К летальности приводит, конечно, при неправильном или несвоевременном лечении. Вот, возбудители. Из-за чего может возникнуть пневмония? На 80% пневмонию вызывают бактерии. Патогенные бактерии чаще всего это пневмокок, гемофильная палочка, но встречаются вирусные пневмонии, чаще всего это вирусы гриппа, РС-вирусной инфекции. Ну и бывают причины вследствие снижения иммунитета, когда условно-патогенная флора, которая присутствует в дыхательных путях, она становится в более высокой концентрации, и вследствие этого развиваются воспалительные изменения в нижних дыхательных путях. Угу. Пневмония как-то… То есть можно заразиться вирусами? От человека, который уже заболел, можно заразиться пневмонией? Да, можно заразиться, да. Если это грипп, или, конечно, можно заразиться. То есть это в такой форме? Да. То есть это все-таки идет бактериальное заболевание. А вот можно считать, что пневмония – это осложнение после какой-то болезни? Это вот как раз после гриппа, да, получается? То есть как осложнения идут? Или… Ну, как правило, классически, пневмония, она развивается в дебюте – это какая-то острая респираторная инфекция. И когда вследствие каких-либо причин ослабления иммунитета, инфекция проникает в нижние дыхательные пути, вызывая иммунный ответ и воспалительные изменения. В целом, как проходит, что поражает пневмония легкие? Как весь процесс происходит? Можем мы поговорить об этом? Инфекционный агент, попадая в организм человека, разрыхляет петели дыхательных путей, спускается вниз и поражает альвеолоциты – это клетки легочной паренхимы. В результате там идёт скопление жидкости, которая клинически мы потом видим проявление кашля, который видит сгнойной мокротой содержимое. И, конечно же, это симптомы, которые должны настораживать. В общем, у нас сразу начинают прям полностью все лёгкие, да, и бронхи порождают, да, поражает пневмония и саму легочную ткань. Пневмония – это всё-таки инфильтрация легочной ткани, то есть всё это нижние дыхательные пути. Симптомы какие могут быть? Вот на что стоит обратить внимание? Классическими клиническими симптомами пневмонии являются лихорадка, кашель и признаки дыхательной недостаточности, такие как одышка, учащение дыхания у детей раннего возраста. Это может быть втяжение уступчивых мест грудной клетки, дети первых месяцев жизни, для них характерно даже развитие рвоты, нарушение сознания, судорог. Изменяется поведение детей более старшего возраста, они становятся вялыми, капризными, отказываются от еды. При этом в первые дни воспаления могут отсутствовать такие аускультативные признаки, как ослабление дыхания и хрипы. Поэтому здесь в помощь обязательно нужно проводить рентгенографическое исследование органов грудной клетки. Отличаются симптомы у взрослого человека и у ребёнка? У взрослого человека вся эта симптоматика может развиваться более медленно. То есть есть кашель, есть какая-то небольшая температура, человек может продолжать ходить на работу, принимает какие-то жаропонижающие препараты, какие-то симптоматические средства от простуды, которые маскируют основную клиническую симптоматику, а тем не менее болезнь развивается. И в последующем уже потом мы видим неблагоприятные исходы такого несерьёзного отношения к своему здоровью. То есть у детей это ярко выраженные... У детей это более ярко выраженные проявления, да. На что должны обратить внимание взрослые, когда всё-таки от них отмечают повышенную вот такую слабость, какую-то утомляемость и появление одышки даже при незначительной физической нагрузке. И ещё один такой важный настораживающий признак – это когда, если на фоне респираторной инфекции, вновь новая волна подъёма температуры и ухудшения самочувствия – это говорит о том, что, скорее всего, уже развивается осложнение респираторной инфекции, в частности, в виде пневмонии. Есть ли какие-то болезни, с которыми часто путают, допустим, симптомы пневмонии, могут родители спутать, я не знаю, просто... С обычной острореспираторной вирусной инфекцией, да, с бронхитом. Поэтому ещё раз делаем акцент на то, что нужно обращать внимание на ухудшение самочувствия ребёнка и на появление одышки. То есть ребёнок дышит тяжело, он втягивает уступчивые места грудной клетки, начинает дышать животом. Это признаки, на которые нужно обратить внимание и обязательно обратиться к доктору. Что может стать, опять же, причиной пневмонии? Мы вот уже с вами говорили, что это могут быть вирусы. Ещё что там? Переохлаждение или какие? Что может способствовать проявлению болезни? Да, ну, есть так называемые у нас группы риска по развитию пневмонии. Это дети раннего возраста, особенно там первого полугодия жизни и, наоборот, лица старше 65 лет. Да, это люди с какими-то хроническими заболеваниями органов дыхания, в том числе и с бронхиальной астмой. Вот у них, кстати, риск пневмонии в 9 раз выше, чем в среднем в популяции. Да, лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И иммунокомпрометированные пациенты – это страдающие онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. Это курильщики. У них в 4,5 раза риск заболеть пневмонией на фоне вирусной инфекции выше. Ух ты! Да. То есть получается, пневмонию можно считать, наверное, на четвертом месте, да, по тяжести болезни с онкологией, еще у нас из таких серьезных, которые последствия, да, могут к серьезным последствиям привести. Да, но вообще, если говорить о детском возрасте, то болезни органов дыхания занимают лидирующие позиции в структуре детской заболеваемости. У взрослых они стоят на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, таким образом определяя параметры качества жизни, здоровья и смертности. И даже эксперты Европейского респираторного общества отмечают, что даже в экономически развитых странах, где достаточно высокий уровень жизни и медицины, заболеваемость и смертность от острых респираторных инфекций остаются достаточно высокой. Угу. Чем опасна болезнь эта? К чему может привести, к каким последствиям? Она опасна своими осложнениями, которые могут быть как легочные, это проявление в виде плевритов, абсцессов, это когда наиболее патогенные вирулентные микроорганизмы, они могут приводить к деструкции, то есть к распаду легочной ткани, к таким образом к прогрессированию дыхательной недостаточности и неблагоприятным исходам. И также могут быть системные осложнения в виде инфекционного токсикоза и даже нарушения работы функции печени, почек. Сколько занимает инкубационный период у этой болезни? Здесь по-разному. Здесь зависит от возраста, от вызываемого возбудителя и от места заражения. Если говорить о пневмонии гриппозной, то она характеризуется молниеносным течением, когда уже к концу первых суток может развиться пневмоническая инфильтрация с достаточно тяжелым и жизнеугрожающим состоянием. Если же говорить о бактериальной пневмонии, то, как правило, это после третьих суток респираторного заболевания. Вирусы. Где это вирус можно получить? Кто-то уехал в другую страну, подхватил этот вирус, находился в каких-то сырых помещениях, подхватил вирус. Где? Куда нам не стоит идти? Распространение возбудителя может происходить и от человека к человеку, при кашле, чихании, разговоре, так и при контакте со слюной. Это общая посуда, игрушки, соски, ложки, игрушки и так далее. Причем опасность заболеть существует круглогодично. Но пики заболеваемости начинают возрастать где-то с октября. Сейчас мы как раз входим в этот эпидсезон возникновению пневмонии. Пика своего достигает в январе-апреле и потом идет на спад. Но, тем не менее, заразиться можно и летом, если это какое-то переохлаждение или снижение каких-то иммунных защитных сил организма. Мне всегда казалось, что пневмония – это все-таки осложнение, когда кашель у человека, потом это все, как говорится, спускается вниз и вот уже начинает прогрессировать и превращается в пневмонию. Оказывается, что это все можно получить вирусом. Как ее диагностировать? Вот человек показал, что просто у него кашель, бронхит. Как узнать, что на самом деле там пневмония? Пневмония, как правило, протекает всегда с высоким подъемом температуры. Могут отмечаться боли в грудной клетке и нарушение физической активности человека. То есть элементарная какая-то физическая нагрузка приводит к тому, что человеку тяжело дышать. Он это ощущает. Обязательно нужно обратиться к доктору. Доктор может заподозрить пневмонию, но подтвердить ее уже нужно рентгенологически. Вообще-то лечится насколько легко? Да, это лечится. Последствия очень страшные. При своевременной и адекватной терапии пневмония за неделю проходит абсолютно спокойно, без всяких дальнейших последствий для организма. Главное, что нужно вовремя обратиться к врачу. При этом порядка 80% пневмонии могут спокойно, не осложненных, они могут лечиться в амбулаторных условиях. При этом важно это правильный подбор антибактериальной терапии. Вот здесь хотелось бы сказать, что эта терапия, конечно, должен означать только доктор. который уже знает, предполагает зависимости от вашего возраста, место заражения пневмонии, условий, какой может быть предполагаемый возбудитель и какой в таком случае назначить антибактериальную терапию. То есть лекарствами, пошел в аптеку, купил все, что необходимо, можно лечить. Ну, опять же, по рецепту врача. Ну, это неправильно, да. Если ты пошел в аптеку, сам купил, вот это-то и является современной проблемой антибиотикорезистентности во всем мире. Потому что в таком случае идет бесконтрольный прием антибиотиков, и среди населения идет распространение штаммов, которые уже устойчивы к антибактериальной терапии. И когда действительно этот антибиотик нужно применять, то он уже попросту не работает. И в стационарах нам приходится уже использовать антибиотики резерва, которые имеют свои определенные показания и осложнения и так далее. Вот опять же, мы возвращаемся, это мы сейчас в общем говорим, да, как лечиться, как диагностируется. Коснемся детей. У детей как-то отличается выявление, диагностика и форма лечения пневмонии? Особых отличий в плане терапии, диагностики среди детей и взрослых нет. Просто еще раз повторюсь, у детей это более остро выраженные проявления, то есть более бурная клиническая картина, ну а также антибактериальная терапия. Здесь различие идет в дозах антибиотиках и в самих препаратах, которые есть, конечно, имеют возрастные ограничения. Для детей это одни препараты, для взрослых это стартовая терапия, должна быть другой. Последствия, каким может привести неправильное лечение? Очень часто у нас люди начинают, там, народная медицина, там, бабушка всю жизнь лечила, так и говорила, что вот лучшее средство помогает от всего. Вот некоторые все-таки еще прибегают к этому. Ну, к сожалению, если говорить о пневмонии, то здесь народная медицина будет неэффективна. Только антибактериальная терапия, как минимум 5 дней, там, 7-10, там, уже в зависимости от состояния человека. Только в этом случае можно говорить о выздоровлении. Никакая народная медицина пневмонию вылечить не сможет. К чему может привести, не долечили, не уделили должного внимания лечению? К развитию осложнений, потом к развитию дальнейших хронических заболеваний и формированию на месте легочной ткани явлений фиброза. То есть, по-простому, как бы, рубцовых изменений ткани. И в последующем эти люди будут уязвимы на дальнейшее заболевание пневмонии. Уже доказано, что перенесенная пневмония, она повышает риск развития пневмонии в дальнейшем. Как-то может это сказаться на сердце, на головной мозг, вот пневмония, последствия? Конечно. Если неправильно лечить, то это могут развиться явления остросердечной недостаточности, да, и явления токсикоза, которые приводят к нарушению сознания, да, и токсическому поражению всего организма. К самому приятному. Профилактика. Как она проходит? Профилактика пневмонии. Если говорить о профилактике пневмонии, то существуют две большие группы. Это специфическая и неспецифическая профилактика. Что такое специфическая? Это вакцинация против основных возбудителей, которые способны вызвать пневмонию. В нашей стране с 2011 года в национальный календарь прививок введена вакцинация против гемофильной инфекции. Вакцинация проводится она детям с трехмесячного возраста. В 2014 году в календарь добавлена вакцинация против пневмокока. То есть ребенок вакцинируется в возрасте двух месяцев, потом в четыре с половиной месяца. И третья вакцинация, то есть вторая вакцинация, проводится уже на втором году жизни в 15 месяцев. И таким образом помогает защитить от пневмокока, который вызывает же не только пневмонию, но также может быть и причиной отитов, менингитов. Это воспаление оболочек мозга, которое приводит тоже к судорогам, к нарушению сознания и вплоть до летальных исходов. Ну как и любая прививка, она 100% гарантия, что не заболеешь, не даст, но она может снизить симптомы. Да, снижается и процент заболевших, и снижается риск развития тяжелых пневмонии. И в частности, достаточно серьезно проводилось исследование. 113 тысяч детей принимали участие, где было показано, что вакцинация достоверно снижает число госпитализаций по поводу пневмонии. В США, вот у них уже есть 10-летний опыт такой массовой вакцинации против пневмокока. И они показали, что на 43% число госпитализированных по поводу пневмонии снижается вследствие массовой иммунизации. У нас в регионе где можно сделать такую вакцинацию? В любой поликлинике, то есть декретированные сроки, приглашаются пациенты. И это дети, как я уже сказала, которые подлежат вакцинации согласно календарю. Если это лица из групп риска, которые достаточно часто болеют респираторными инфекциями или имеют какую-то сопутствующую патологию, они могут сделать эту прививку однократно в поликлиниках. То есть по полису прийти? И сделать прививку, да. Не забываем, конечно же, о вакцинации против гриппа, которая должна проводиться предсезонно. Всегда это разрабатывается в зависимости от предполагаемых штаммов, которые будут вызывать эпидемии. Вспомним эпидемии, которые были в 2015-2016 году, которая унесла жизни молодых, здоровых людей, у которых развивалась вирусная гриппозная пневмония. Почему? Эти люди не входили в группу риска по неблагоприятным исходам. Это молодое трудоспособное население, 30-40 лет. Просто позднее обращение, отсутствие вакцинации против гриппа. Потому что именно гриппозная пневмония, она опасна своим молниеносным течением и достаточно трудно поддается терапии. Это как раз та группа, когда нормально, сейчас похожу. Да, нужно ходить, зарабатывать деньги. Пройдет, как всегда. Сейчас покашляю, попью отварчики, и у меня все будет хорошо. Прививку можно сделать в любое время. Ну, не сезонно. Допустим, если мы от гриппа делаем определенное окно, то здесь можно... Прививку против пневмокока, да, можно сделать в любое время. И хотелось бы сказать о том, что вот сталкиваемся бывает с тем, что нет вакцинации, потому что ребенок часто болеет. Вот часто респираторные инфекции, они не являются противопоказанием к вакцинации. Просто нужно дождаться, чтобы ребенок выздоровел. Как минимум две недели после нормализации температуры проходит, и прививку уже можно делать, не боясь каких-то осложнений и последствий. То есть она полностью безвредна, то есть никаких противопоказаний, кроме того, что выздоровел. Есть только абсолютно серьезные показания, это уже медицинские показания, которые определит врач. И если сроки вакцинации были нарушены, то врач-педиатр в обязательном порядке составит индивидуальный график вакцинации. Можно сказать, что дети, школьники, начальные классы находятся в особой группе риска от тех, кто может заболеть. То есть большое скопление людей, и вот сейчас уже такой возраст. В группе риска, безусловно, находятся все дети, которые находятся в организованных коллективах. Это как и дошкольные учреждения, так и дети школьного возраста с 1 по 11 класс, безусловно. Начальные классы, надо всем вакцинироваться. Подростки – это тоже своя определенная категория группы риска. За счет гормональной перестройки в организме могут идти процессы снижения иммунных защитных сил организма. И как следствие, они тоже могут болеть и достаточно тяжело. Кроме прививок, что еще относится к профилактике? Как себя обезопасить? Ну, не специфическая профилактика, она включает в себя комплекс мероприятий, направленных вообще на снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Это и рациональное питание, если говорить о детях, это грудное вскармливание как минимум до 6-месячного возраста. Это и рациональное, и своевременное введение прикормов. Это закаливание, гигиенические мероприятия, потому что все мы знаем, что мы приходим домой, мы обязательно моем руки. Но не все знают о том, что желательно, в обязательном порядке, вернее, даже нужно умыться и промыть носовые ходы морской водой, которая поможет снизить вот эту антигенную нагрузку. Если мы где-то там какие-то вирусы, микробы попали в носоглотку, то мы поможем их смыть, чтобы в дальнейшем они не привели к развитию каких-либо заболеваний. Особенно если вы часто, наверное, детей детсатовского возраста пришли с детского сада, сразу промыли обязательно. Детский сад, школа, после посещения поликлиник и вообще мест массового скопления людей в период эпидсезона не рекомендуется с детьми лишние посещения каких-то торговых центров, где много и риск инфицирования возрастает. Прямо списочек, может, домой пришел, руки помыл, умылся сразу, ну, промыл. Это да. Закаливание. Такой острый вопрос, на самом деле, острая тема закаливания. У каждого своя, свой подход к закаливанию, и некоторые после этого закаливания, наоборот, начинают болеть. Как правильно нужно закаляться? То есть, ну, во-первых, тут нужно соблюдать режим ступенчатости, то есть сделать это все постепенно, поэтапно, и основное, что регулярно. Какие элементарные способы закаливания можно предложить детям? Это просто хождение босиком по комнате, то есть без носков, там, в течение 10-15 минут. Потом постепенно это доводим, там, с интервалами, там, в 10 минут до полутора часов в день. То есть это тоже является элементом закаливания. Умывание ребенка холодной водой, да, полоскание полости рта прохладной комнатной водой. Что еще можно предложить? Это, например, опускание ног, то есть стопы, опускаются буквально на 2-5 секунд в прохладную воду, то есть 10-12 градусов. Это тоже является своеобразным закаливанием. Если это лето, то, пожалуйста, пусть дети бегают босиком, да, по камням. То есть есть специальные аппликаторы, на которых можно тоже наступать. Это рефлекторно, да, иммунную систему таким образом стимулирует и повышает резистентность организма. Как можно чаще прогулки на свежем воздухе. Что мы видим сейчас у детей, особенно школьного возраста? Их основное увлечение – это гаджеты, с которыми они сидят дома. А вот их бы на улицу почаще гулять, да в любую погоду, чтобы организм таким образом закаливается. Проветривание как минимум 4-5 раз в день, минут по 10, причем в присутствии ребенка. Потому что таким образом температура воздуха снижается на 1-2 градуса, не больше. Это тоже является элементом закаливания. Просто, знаете, некоторые закаливают, как считают? Так, закаливаемся, значит, обливаемся холодной водой. То есть сразу, ну, начнем. Или зимой выходим на улицу, так, детей на улицу. Вывели в одной футболочке, шортиках, все, закаливаемся, постояли, зашли. Ну, такие экстремальные сразу методы, если ребенок привык к тому, что он был тепло укутан все время, а потом сразу они могут, наоборот, привести, естественно, к переохлаждению. Что касается одежды, то нужно, конечно же, не забывать о рациональном подходе. Потому что есть такое правило – 1-2-3. То есть с летом у ребенка должен быть один слой одежды. Если это говорить о весне-осени, то есть два слоя одежды. Зимой 3, никак не меньше, это имеется в виду верхняя часть туловища, да, шапка должна быть одна. И еще, как любят у нас там бабушки, мамы, шарф, чтобы закрыть нос и рот. И вот это неправильно. Это приводит к перенагреванию, да, носовых ходов, там, слизистой, и к катару. То есть к развитию воспаления в верхних дыхательных путях. То есть носом ребенок должен дышать. Это самый правильный и адекватный механизм дыхания. Уже в полости носа воздух сам очищается, согревается, увлажняется. А если это все закрыто, он дышит собственным, да, понимаете, своим воздухом, то тогда это... А если ребенок ртом дышит, вот на холодном воздухе очень часто бывает, мы начинаем бояться, там, ребенок дышит ртом, думаешь, сразу заболеешь, горло заболеет. Может такое быть? Или все-таки... Ну, тут нужно разбираться, почему ребенок дышит ртом. То есть, возможно, там что-то мешает, то есть, если бы какие-то одновременные вегетации, да, или очищение нужно проводить, да, носовых ходов регулярно. Потому что дыхание все-таки должно быть носом для того, чтобы он не заболел. В холодное время дышит носом никак по-другому. Сейчас хотел бы вернуться как раз уже к заболел ребенок пневмонией. Вот мы говорим с вами о прогулках на улице с пневмонией. Можно ли, вот когда, если уже мы поняли, что у нас симптомы, выходить на улицу? Ну, там нет температуры, допустим, да, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Или лучше все-таки дома? В первые дни это все-таки постельный режим, да, ребенок находится дома, обильное питье, какое-то ограничение каких-то таких, никаких там занятий гимнастика, ничего. То есть, это исключительно постельный режим. В последующем, по мере того, как уже нормализация самочувствия происходит, да, оккупирование температуры, интоксикации, прогулки на свежем воздухе только полезны. То есть, наоборот, да, вы говорили еще питание. Что значит, что мы подразумеваем под питанием? Какое оно должно быть? Ну, вообще, если говорить о питании, то это, конечно же, основной фактор, который определяет развитие, да, нормальное и наше здоровье. Если говорить о питании, то нужно употреблять как можно больше продуктов, которые содержат пищевые волокна. Ну, это прежде всего овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. В холодное время года рекомендуется есть побольше продуктов, там, овощи, фрукты, которые темно-зеленого цвета и ярко-желтой окраски, потому что они богаты витамином С. Это помогает нам бороться. Ограничивать нужно сладкое, ограничивать нужно соленые, острые, копченые продукты. Это самое грустное сейчас, ограничить сладкое. Да. Для детей, это же трагедия. Соленое тоже, да, детям нельзя получать. То есть, только в основном овощи должны быть и... Фрукты, не забываем о кисломолочных продуктах, которые, да, в оставлении идёт микробиоциноза кишечника, а это опосредованно влияет на все защитные силы организма. То есть, в обязательном порядке мясо, рыба. То есть, дети-вегетарианцы, это неприемлемо. Взрослый человек, он сам для себя определяет свои привычки, свой характер питания. Что касаемо детей, здесь такие вещи недопустимы, если мы хотим вырастить здорового ребёнка. Вот, вот, сейчас в залпе сказали, вегетарианство не для детей. Мы сейчас... Ещё что-то, может быть, из профилактики. На что стоит обратить внимание? Зачем стоит следить? Питание, закаливание... Эллиминационная терапия, да, мы с вами говорили про ветривание. И гигиенические меры по обеспечению безопасности среды. Это установка фильтров, очистителей воды, воздуха. Это тоже играет немаловажную роль. Увлажнители часто устанавливают. Нормально это? Нормально. Особенно в период, когда отопление, воздух у нас пересушенный. Это благоприятным образом улучшает микроклимат квартиры. Есть ли какой-то риск, что ребёнок спит ночью с открытым окном зимой, к примеру? В принципе, нет. Нет, то есть не надо бояться. Промога, форточка, да, это можно. Спокойно можно открыть. По общим цифрам мы можем сейчас коснуться с поп, невмонией, риска, заболевания или какой процент заболеваемости у нас сейчас. Ну, пневмония в среднем частота в Российской Федерации заболеваемости это где-то 350 на 100 тысяч населения. Если говорить о детях, то там она практически в два раза выше, 650 заболевших на 100 тысяч населения. В структуре острых респираторных инфекций пневмония это занимает порядка 2%, это у детей до года, у детей от года до 9 лет это где-то 1% и 0,4% у подростков и взрослых. Смертность от пневмонии в среднем 15 человек на 100 тысяч населения. Да, скажем, не очень приятные цифры. Вот хотелось бы сейчас коснуться, мы с вами вот разговариваем, опять же, вы говорили сейчас о профилактике, это периодически будем так скакать, наверное, все-таки. А какие-то особенности вот детей грудничков, вот сейчас просто категория такая, что непонятно, как их лечить. Дети маленькие, лекарства нельзя, то нельзя, но вероятность заболеть пневмонией, она есть. Что здесь делать, на что обращать внимание, как это все проходить, как лечить, чтобы родители сразу не били панику, а все-таки планомерно, спокойно все это проходили. Ну, профилактика пневмонии у детей грудного возраста это прежде всего грудное вскармливание, здоровье мамы, потому что именно с грудным молоком ребенок получает защитные антитела против основных возбудителей. Тут, по большей части, нужно еще и маме следить за собой. И маме нужно, конечно же, следить за своим здоровьем. Для маленьких детей, ну, собственно говоря, как и для всех, применимы барьерные методы профилактики. Это сейчас есть специальные спреи, которые невидимы, покрывают слизистую оболочку носа и создают механическую защиту, таким, как бы мы и надевали маску. То есть это помогает защитить ребенка, если они идут куда-то в поликлинику. А прежде всего, конечно же, это в эпидсезон ограничение контактов. То есть избегать лишних посещений каких-то гостей, родственников, как я уже говорила, магазинов, городского транспорта. Если заболел маленький ребенок, скажем, до года, лечение как происходит? Дети до года, это группа риска по развитию неблагоприятных исходов, они подлежат исключительно госпитализации в стационар. Для того, чтобы правильно лечить, ребенка нужно госпитализировать и наблюдать. Тут здесь отказы от госпитализации, они, конечно, неприемлемы, если речь идет о детях раннего возраста. То есть дома не стоит сейчас обтираниями заниматься, следить, сразу ехать в больницу и этим делать. Елена Александровна, ну давайте теперь для наших телезрителей все-таки сделаем такое небольшое резюме, чтобы родители, в первую очередь, понимали пневмония. Что это? Как стоит себя безопасить? Что лучше всего делать? В какие периоды сезона особенно обратить на это внимание? Куда идти? То есть мы это все сейчас с вами такой небольшой резюме сделаем, чтобы люди поняли, запомнили это и никогда не пренебрегали мерами предосторожности. Еще раз повторимся, да, что пневмония это все-таки чаще всего инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями, чаще всего развивается в холодное время года. Вот как раз-таки с октября начинается этот период, когда все мы уязвимы по данной патологии. Поэтому обязательными симптомами, на которые мы обращаем внимание, это если ребенок заболел, и с высших трех дней у него держится температура, вы видите кашель, вы видите нарушение самочувствия ребенка или ухудшение, да, прогрессирование заболевания, то обязательно нужно обратиться к врачу, не заниматься самолечением, для того, чтобы предупредить возможные последствия и осложнения данного заболевания. То есть помним о том, что по статистике в среднем из 200 детей, один из них попадает в больницу по поводу пневмонии до празднования еще своего пятилетнего дня рождения. То есть это достаточно распространенная патология. В любую поликлинику по месту жительства обращаемся сразу, да? То есть каких-то специализированных поликлиник нет, я думаю, только занимаемся этим. Вызов врача на дом, если такие симптомы есть, вызывается... Если температура, то вызвать домой. Вызвать врача домой. В первую очередь. И не отказываться от проведения рентгенографии грудной клетки, если доктор это предлагает, и ни в коем случае не отказываться от госпитализации. То есть врач определяет, если есть у вашего ребенка показания госпитализации, то не заниматься лечением на дом. Самолечением, не экспериментируем народными средствами. Самостоятельно антибиотики, не экспериментировать народными средствами, не проводить уже никаких методов закаливания. То есть ребенок уже заболел, его нужно лечить. Последствия могут быть очень серьезные. Не забываем, конечно же, о вакцинации против гриппа, против основных возбудителей пневмонии и неспецифических мерах профилактики. Пришел человек в поликлинику и говорит, мне нужно сделать прививку от пневмонии. Все, да? То есть его поймут. Или это какое-то определенное там название, определенная прививка? Это определенная прививка, но доктор, терапевт или педиатр в любом случае поймет, о чем идет речь. То есть это, конечно, чаще всего пневмококковая инфекция. Пневмококковая инфекция. Что делать сейчас? Сейчас вот начинается, у нас хорошо, у нас сейчас тепло, но скоро ведь начнется холодно, и причем очень резко, и чтобы мы могли перестроиться. Мы уже об этом обширно говорили. Теперь вот как-то вкратце. Сильно не одеваться, правильно? Да, рационально. То есть не перегревать ни себя, ни своих детей. Правильно питаться, проветриваться. Как можно чаще гулять на свежем воздухе, парк, лес, пожалуйста, прогулки. Мы сейчас инструкцию просто. Использование барьерных методов защиты. Не забываем об этом. И гигиенические процедуры. Все. И самое главное, следим за собой. И звоним доктору, чтобы если что, поставили правильный диагноз. Все. На этом программа Ставрополья сегодня заканчивается. Елена Александровна, спасибо вам большое, что поделились с нами важной, очень интересной темой, на которую стоит обратить внимание многим родителям. И стоит задуматься, поставить где-то много галочек, как не нужно делать и как стоит правильно делать. Спасибо вам, что пришли. Уважаемые телезрители, программа Ставрополья сегодня подошла к концу. Меня зовут Роман Выстараб. Берегите себя, берегите своих детей. Не забывайте о профилактиках. И оставайтесь на своем.